Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн» в Канаде. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим о жизни веры. Жизни веры что-то сопутствует. Ее сопровождают радость и мир. Аминь. Если мы говорим, что мы люди веры, значит, мы должны быть людьми радости. Если мы говорим, что мы люди веры, значит, мы должны быть людьми, которых не терзает тревога, страх, сомнение, то, что мучает других людей. Мы этому не поддаемся. Это приходит, но мы этому не сдаемся. Позвольте прочитать вам еще раз Римлянам 15 главу 13 стих. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере. Заметьте, когда вы верите, вы в радости и в мире. Он сказал, что наполнит вас радостью и миром, не просто вас побрызгает чем-то, что испарится к ночи. Если вашей радости хватает лишь на минуту, или ее хватает на полдня, или если вы радуетесь, пока кто-то вас не заденет, сразу видно, чего вы достигли в вере. Аминь. А нам нужно быть людьми умелыми в вере. Значит, нам нужно быть умелыми в радости и мире. Значит, мы должны уметь высвобождать ту радость, что внутри нас, откликаться на нее, сдаваться ей. Если вы рождены свыше, радость в вас есть. Сдайтесь ей. Перестаньте прятать ее за кучей вещей, так что ее невозможно найти. Вы ее заваливаете кучей непрощения, грудой преткновений, плохого отношения. Забрасываете ее обвинениями на кого-то. Аминь. Ну, слава Господу. В первой главе Иакова написано следующее. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Почему? Потому что радость – это оружие, которое не позволит искушениям пробраться в вас. Это защита. Радость – это не просто хорошенько посмеяться, хотя и это тоже. Но я говорю о том, что радость – это оружие, которое защищает вас от натиска искушений и испытаний. Если вы будете говорить «Слава Господу! Спасибо, Отец! Ты действуешь! Спасибо, Отец! Победа мне принадлежит! Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно! Я радуюсь, Отец!» Вы радуетесь не от того, с чем вы сталкиваетесь, но вы радуетесь из-за того, что вы знаете. Аминь. И об этом нам говорит Иаков. Если вы войдете в радость, вы выйдете из испытания быстрее. Выход из вашего испытания вымощен радостью. Если вы не встанете на этот путь, вы не выйдете, вы можете там оставаться месяцами и годами. Вы скажете, правда, можно в этом оставаться годами? Ну, евреи, выведенные из Египта, оставались 40 лет, в том месте, через которое должны были лишь пройти. Вы будете сталкиваться с трудностями, но просто проходите сквозь них, не поселяйтесь в них, не оставайтесь. Как же выйти из них? Нужно радоваться. Радостью проложите себе путь к выходу. Дьявол вам скажет, радости недостаточно в вашей финансовой проблеме. Но слово говорит, что радость – это реакция на испытание и искушение. Вы радуетесь не о проблеме. Вы радуетесь потому, что Бог уже сказал вам, что Он восполнит всякую вашу нужду. Если вы будете рассчитывать на помощь от людей, что кто-то другой вас поддержит, то ваша радость пойдет на убыль, если они перестанут вас поддерживать. Дамы, можно мне вам сказать, когда вы выходите замуж, мужчина не должен быть вашим финансовым планом. Многие подходят так к браку – это мой финансовый план. И ваши родители не ваш финансовый план. Вера в Бога – ваш финансовый план. И когда у вас есть вера в Бога, вы даятель, вы щедры. И таким образом Бог может воздать вам благословением. Аминь. Вам нужно понять, вы можете радоваться, потому что вы что-то знаете. Вы радуетесь не из-за того, с чем вы сталкиваетесь, но потому что вы знаете что-то, несмотря на то, с чем вы сталкиваетесь. И вы знаете, что победа вам принадлежит. Аминь. Аллилуйя. Радость вас вакцинирует против вирусов, искушений и испытаний. Когда дети отправляются в школу, требуют наличия определенных прививок. Зачем их вакцинируют, чтобы не произошло распространение чего-то неправильного? Если вы будете сдаваться радости, реагировать радостью, тогда испытания не смогут распространяться. Из финансовой сферы в физическую сферу, в ваш брак, в ваш бизнес. Они не смогут распространяться. Как только они появляются, вы это зря, я вакцинирован от этого, я радуюсь, я радуюсь, я радуюсь. Вирус этого испытания не сможет распространиться. Когда люди не вакцинируют себя радостью, то есть не сдаются радости, они не только теряют свою радость, не сдаваясь ей, но они не хотят, чтобы кто-либо другой в доме был счастлив. Они сердятся из-за того, что вы вместе с ними не волнуетесь, и что вы не боитесь, как они, и не обижаетесь, как они. Они сердятся на это. Что поделать? Я уже вакцинирован радостью, я не способен взвалить на себя твою проблему. Я не могу загрузиться твоей проблемой. Аминь. Если мы хотим иметь сильную веру, мы должны быть мастерами радости и мира. Если человек не мастер своего дела, у него никогда не будет продвижения. Если мы неумелые в радости и мире, мы никогда не продвинемся в вере. Вы понимаете? Наша вера никогда не продвинется. Если ваша жизнь веры не растет, ваша духовная жизнь не растет. Если ваша вера не развивается, ваша духовная жизнь не развивается. Здесь, в Калифорнии, есть скоростные автострады. И вы знаете, какое там бывает движение. И некоторые молодые люди, когда только начинают водить машину, боятся ездить по автостраде. Но хуже всего, когда такой неумеха попадает в это движение, в такие обстоятельства. Почему? Потому что, когда вы неумелые, вы представляете опасность и для самого себя, и для других. Когда вы не умеете радоваться, это опасно для жизни. Почему? Потому что это признак, что ваша вера не работает. Вера у вас есть, но она не работает. Если вы неумелые в вере, это опасно не только для вас, но и для членов вашей семьи. Это опасно для тех, чья жизнь с вами связана, потому что это признак того, что ваша вера не работает. Когда ваша вера не работает, вы не можете получить помощь, которая есть на небесах для вас. Потому что именно верой мы получаем что-либо от Бога. Слава Господу! Откройте вместе со мной, пожалуйста, 16-й псалом. 16-й псалом. И начнем читать с 11-го стиха. Псалом 16, 11-й стих. Псалом 16, 11-й говорит «Ты укажешь мне путь жизни». И следующей фразой он как раз указывает путь жизни. Там сказано «Ты укажешь мне путь жизни» и вот он «Полнота радостей пред лицом твоим». «Блаженство в деснице твоей вовек». Путь к жизни, чтобы жить так, как Бог нам предназначил в Его присутствии. Присутствие Божье. Если вы рождены свыше, Бог в вас, так живите, осознавая это. Когда вы осознаете «Он во мне», тогда вам не приходится пытаться манипулировать с другими, чтобы заполучить то, в чем вы нуждаетесь. Потому что Он в вас заботится о вас, Он обеспечивает вас. Когда вы обижаетесь, вы забыли, кто в вас. Когда вы идете, куда не должны, и делаете то, что не должны, вы забыли, что в вас кто-то есть. И Он знает, где вы. Потому что Он там с вами. И Он смотрит. Не потому что разрешает, а потому что никогда не оставит и не покинет вас. Но знайте, что вам необходимо черпать в свою жизнь веры в Слове, а также в пребывании в Его присутствии. Пребывание в Его присутствии укрепляет вашу веру, не так ли? Аминь. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Так вера приходит. Но укрепляйте веру через пребывание в Его присутствии. И заметьте, Он говорит, что в Его присутствии? «Полнота радостей». Не частичная радость, полноценная радость. Аминь. Затем сказано, «Блаженство в деснице Твоей вовек». Так что заметьте, если кто-то не в радости, мы знаем, о чем он не помышляет. Он не помнит о присутствии Божьем, не проводит время с Ним. Когда вы проводите время с Ним, ваша вера расцветает. Когда вы проводите время с Ним, ваша радость расцветает. Когда вы проводите время с Ним, ваш мир расцветает. Аминь. Люди думают, «Только дайте мне побольше денег, и я успокоюсь». Покой будет, когда вы придете туда, где вся радость. Придете к Нему, проведете время с Ним. Аминь. Бог не хочет, чтобы у нас были только моменты радости. Он хочет, чтобы у нас была жизнь радости. Каждый день радостный. В 42-м псалме, 4-м стихе, сказано, «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу, моей чрезвычайной радости». Кто ваша чрезвычайная радость? Он. Не ваш дом – ваша безграничная радость. Не ваша машина – ваша безмерная радость. Можно я кое-что скажу? Не ваша семья – ваша невыразимая радость. Люди выходят из плана Божьего ради семьи. Но я просто скажу вам – Бог – ваша чрезвычайная радость. Если вы останетесь с Богом, все остальные придут. Не оставляйте Бога, чтобы пойти за всеми. Пусть все придут туда, где вы нашли неописуемую радость. Аминь. Не отступайте от плана Божьего ради кого-либо, потому что тогда вы потеряете полноту радостей, которая приходит от пребывания в Его присутствии и от того, что вы в согласии с Его планом и Его волей для вашей жизни. Я слышала свидетельства одного пастора. Драгоценный муж Божий, муж веры, муж слова. Но когда человек находится в сезоне атаки, кто из вас знает, что бывают события, через которые дьявол вас атакует, а бывают целые сезоны? Вы скажете, ну, если у меня много веры, у меня не будет сезона атаки. Но Иисус был искушаем 40 дней и 40 ночей, я бы назвала это сезоном. И Он на каждое противостояние правильно отвечал. Что делать в такие сезоны? Просто продолжайте отвечать. Просто продолжайте отвечать словом на эту проблему. Когда дьявол угрожает вам чем-то, отвечайте ему тем, что говорит слово. Каждый раз отвечайте тем, что говорит слово. Иисус сказал, написано. Выясните, что говорит слово, и отвечайте словом. Ну, я делаю это, но моя вера словно не работает. Да, работает. Да, работает. Вы просто проходите сезон. Вы просто проходите сезон. И вот этот пастор проходил сезон в своей жизни. Он был под атакой, в депрессии. И на самом деле дошел до того, что был на грани самоубийства. Было настолько плохо. И однажды он сидел в своей комнате, и Иисус вошел. Подошел к нему и сел рядом с ним. Видите ли, когда вы проходите что-то подобное, очень приятно увидеть Иисуса. Ну, теперь он с этим разберется. Я вам говорю, он с этим разберется. Так? Но Иисус пришел и не разбирался с дьяволом. Он просто сел рядом с пастором и начал смеяться. Просто начал смеяться. И пастор последовал его примеру. И начал смеяться вместе с ним. И они так вдвоем сидели и смеялись. Что это? Радость. Чего добился Иисус тем, что сидел с ним и смеялся? Он привел в движение его веру. Потому что, находясь под тяжелой атакой, люди часто не сохраняют движение своей веры. Поэтому Иисус пришел и смеялся. Просто сидел и смеялся с ним, чтобы запустить в действие его веру. В конце Иисус встал и вышел. И вся эта депрессия ушла. Итак, Иисус не пришел, чтобы вместо этого мужчины смеяться. Если бы этот мужчина не сдался потоку радости, Иисус мог прийти, потом уйти, а у него ничего бы не изменилось. Аминь. Вы можете прийти на служение, в борении, но вам не нужно уходить такими же. Вам необходимо войти в то, что вам предложено. Этот мужчина вошел в то, во что Иисус показал ему войти. Иисус на самом деле учил его, что вера – это поток, а поток веры – это радость. Сдайся радости. Аминь. Никто не сможет радоваться вместо вас. Точно так же, как никто не может иметь веру вместо вас. Никто не может иметь ваш мир. Вам нужно приобрести собственные навыки движения в вере, в радости, в мире. Вам придется сделать это самим. Ну, у меня жена молится. Нет, нет, так не получится. Она может молиться, и это хорошо, но это не восполняет вашу несостоятельность. Аминь. Попробуйте так поступить за ужином. Моя жена ест за меня. Тоже не получится, правда? Аллилуйя. Вы сами хотите есть, но я и радоваться хочу сама. Почему? Потому что я хочу иметь собственную веру, свой мир. Я не хочу жить за счет кого-то другого. Слава Господу. Аллилуйя. Итак, Иисус пришел смеяться вместе с ним, но Иисус не мог смеяться вместо него. Аминь. Дьявол вам скажет, смеяться недостаточно в вашей ситуации. Но позвольте вам сказать, повиновение слову всегда достаточно в вашей ситуации. А слово говорит, радуйтесь в Господе. Когда? Всегда. О, даже когда нерадостная ситуация? Конечно. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Павел писал это из филиппийской тюрьмы. Почему? Он говорил нам, что он делает в тюрьме. Радуется. Если радости было достаточно, чтобы вывести его из тюрьмы, не думаете ли вы, что радости достаточно, чтобы изменить вашу физическую ситуацию, изменить вашу финансовую ситуацию, изменить вашу семейную ситуацию, изменить ситуацию в вашем бизнесе? Почему? Потому что это сила. Это духовная сила. Она непонятна разуму. Что если смеешься, радуешься и славишь Бога, и благодаришь Его, ситуация изменится. Но это правда. Так говорит Слово. Аминь. Я хочу вам прочитать... Вам не обязательно открывать, я просто вам прочитаю Исаии 61 главу, 3 стих. «Вместо унылого духа одежда хвалы». Унылый дух – это просто другое название депрессии. Так наденьте, наденьте одежду хвалы. Когда что-то пытается на вас навалиться, облекитесь во что-то другое. Наденьте. Вам нужно это надеть. Что это значит? Вам нужно отреагировать, вам нужно сдаться хвале. Наденьте одежду хвалы. Вместо унылого духа. Но вы не понимаете, через что я прохожу. Все так уныло. Не думаю, что этого будет достаточно. Достаточно. Потому что Слово говорит, что если вы обличетесь в хвалу, то унылый дух не сможет победить в вашей жизни. Люди приходят в такую церковь, видят радость и говорят, это напускное, натянули на себя радость. Ага. Мы облеклись во что-то. Мы оделись. Аминь. Если вы не наденете радость, хвалу, благодарность Богу, в конечном итоге вы каждый день будете носить что-то неправильное. Вам нужно надеть эту одежду, когда вы так себя не чувствуете. Аминь. Слава Господу. Иова, 5 глава, 22 стих. Я вам просто прочитаю. Опустошению и голоду. Посмеешься. Аааа, Бог выписывает нам рецепт. Бог показывает нам выход при столкновении с чем-то, что угрожает разрушить нашу жизнь. Речь не о том, что вы ударили палец, и вы в плохом настроении. Я говорю о том, когда что-то грозит разрушить, опустошить вас. Разрушить ваши финансы, разрушить ваш дом, разрушить вашу семью, разрушить ваше здоровье, разрушить ваш разум. Когда что-то грозит разрушить вас, Бог говорит, «Позвони пастору за консультацией». Нет, он говорит, «Смейся». Смейся. Может быть, пасторам следовало бы спрашивать, когда кто-то звонит, договорится о консультации, «А сколько времени вы смеялись?» Давайте жить по Писанию. Давайте жить по Писанию. Давайте жить по Писанию, а не просто делать то, что делают все. Давайте делать то, что говорит слово. Опустошению. И заметьте следующее слово – «голоду». Если говорить о еде, то в разных уголках мира разный уровень голода. Но как насчет голода в финансах? Голод – это когда не хватает чего-то, в чем вы нуждаетесь. Какова бы ни была нужда, вы испытываете недостаток. Бог говорит, «Что делать, когда не хватает чего-то, в чем вы нуждаетесь? Каков рецепт?» Смейся. «Вы что, издеваетесь?» Дьявол скажет, «Этого недостаточно». Божьего слова всегда достаточно. Больше, чем достаточно. Опустошению и голоду мы должны смеяться. Аминь. Ну, слава Господу. Я говорю, слава Господу. Теперь я хочу, чтобы в заключение вы вместе со мной открыли Второй Псалом. Второй Псалом. И начнем читать с первого стиха. Это местописание рассказывает о том, как Бог смотрит вперед во времени и видит, как люди будут замышлять распять Иисуса. Кто из вас знает, что из-за того, что Бог вечный, Он может одинаково видеть и прошлое, и будущее. Он может посмотреть в будущее и увидеть Его точно так же, как мы видели прошлое. И Он описывает это во Втором Псалме, первом стихе. Там сказано, «Зачем метутся народы? И племена замышляют тщетное. Восстают цари земли». Посмотрите, и князья. Он уже упомянул царей. О каких князей Он имеет в виду? Тех, что в Ефесянам 6, 12, «Мироправителей тьмы века сего» Он говорит о злых духах. Эти цари земли находятся под господством злых духов. Они думают, что сами руководят своим царством, а на самом деле злые духи руководят царством через них. И это то, что Он говорит во Втором Псалме с первого стиха. «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе». То есть цари прислушивались к этому влиянию. Совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Но посмотрите, что делает Бог, когда Он заглянул вперед и увидел сквозь время, что будут делать люди, живущие на небесах, посмеются. Господь поругается им. Итак, это место Писания говорит нам, что делал Бог, пока враг планировал распятие Иисуса. Он не плакал, он смеялся. Аминь. Враг думал, что останавливает помазание. Зачем? Потому что помазание разрушает ермо. Но результатом было распространение помазания. С тех пор оно распространяется через рождение церкви и через то, что каждый из Божьих детей несет это помазание. Они думали, что создали гениальный план, распяв Иисуса, забрав Его в ад. Но на самом деле это был замысел небес, чтобы войти в ад и разорвать это место. Никогда не слушайте ни одну песню, ни одну проповедь, которая рассказывает, как Иисус едва уцелел в аду. Нет, это было полное и окончательное поражение дьявола. Дьяволы, все бесы в аду, противостояли Иисусу, и их было недостаточно. Против помазания Святого Духа, Которая воскресила Его из мертвых. Поэтому, пока они планировали, цари земли и демонические духи планировали поражение Иисуса, Бог смеялся. Почему? Потому что Он смеялся, зная что-то. А-а-а! То, что вы делаете, это исполнение Моего плана. То, что вы делаете, вызовет распространение той силы, которая приведет к вашему поражению. Он смеялся. Почему мы смеемся? Потому что мы что-то знаем. Что же мы знаем? Враг нам противостоит, а мы получаем большее помазание. Мы получаем большее откровение. Наша вера должна расти во время противостояния. Так что вы задумали уничтожить меня, а я вам скажу, что я собираюсь сделать. Я буду питаться Словом. Я буду применять Слово. Я буду активизировать Слово. И у меня будет новое свидетельство о вашем поражении. Аминь. Аллилуйя. Понимаете, дьявол скажет, недостаточно смеяться над вашей ситуацией. Этого больше, чем достаточно. Потому что мы не просто бездумно смеемся. Мы высвобождаем свою веру, когда смеемся. Потому что это один из способов, как выразить то, что мы знаем. Аминь. Аллилуйя. Те, кто не знают, не смеются. Но те, кто знают, смеются. Когда вы выясняете и осознаете, кто вы во Христе, что принадлежит вам во Христе, то вы не реагируете на тех, кто не знает того, что вы знаете. Аминь. Радость – это поток нашей победы. Радость – это поток веры. И Бог разрешает вам, когда другие плачут и глотают лекарства, встать ночью и просто начать радоваться, начать славить. Послушайте, можно я вам скажу? Легко славить, когда вас окружают другие христиане на таком служении. Весьма легко. Потому что атмосфера общего помазания очень сильна. Потому легко сдаться потоку радости, потоку хвалы, потоку ликования и смеху в духе. Но я хочу, чтобы вы знали, что вам нужно стать умелыми в этом, когда вы наедине с собой. Вам нужно сдаваться этому, черпать это, когда вам не хочется радоваться, а вы просто «ха-ха-ха-ха», 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 и потом вы начинаете размышлять, думать о вашей победе, говорить о вашей победе. Вам нужны мысли победы. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. А пустошению и голоду мы посмеемся. Почему? Потому что мы не будем опустошены. И мы никогда не будем в недостатке. Мы знаем, что по другую сторону этого испытания продвижение, умножение, по другую сторону этого испытания есть нечто большее. Поэтому, если мы говорим, что мы люди веры, мы также должны сказать, что мы люди радости. Мы люди мира. Аминь. Мы ходим в мире. Мы живем в мире. Потому что мы победители. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministriescanada.ca, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain в Канаде.